Говорит Радио Свобода в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Легенда Акселя Мунте в археологическом музее Неаполя проходит фотовыставка из семейного архива самого читаемого в мире шведского писателя, жившего и трудившегося на острове Капри. Аксель Мунте – автор знаменитой книги «История Сан-Микеле». На выставке побывал наш автор, историк Михаил Талалай. Я, конечно, не мог пропустить эту выставку в Великом археологическом музее. Для меня это Эрмитаж античности. И, конечно, выставки там тоже выдающиеся. Выставка посвящена Акселю Мунте, шведу, вроде бы не совсем близкому мне по моим занятиям интересам, но, конечно же, он пересекался и с русским миром. И, вероятно, это самый главный действующий персонаж рубежа 19-20 веков в Неаполитанском заливе на острове Капри. Кто Аксель Мунте? Наверное, не все знают его биографию творчества. Он швед, как я сказал, родился в Швеции в середине XIX века, 1857 году. Прожил очень долгую и очень бурную, насыщенную, яркую, интереснейшую жизнь. И скончался, когда ему уже было за 90 лет, там же, в Швеции. Но большую часть жизни он все-таки провел в Италии на острове Капри. И вот эта его каприйская жизнь, которую он написал в своей книге, «Легенда Сан-Микеле» его и прославила. Он благодаря этой каприйской жизни стал знаменитым. И выставка посвящена, конечно, его такой посмертной славе. Кто он был по профессии? Конечно, врач. В первую очередь врач. Но это был человек необыкновенно многогранный. Он испробовал множество, скажем так, побочных профессий. Его главные увлечения все-таки это гуманитарные студии. И в первую очередь археология, которую он познал и проникся страстью именно на острове Капри. Он любитель археолог. Но он и альпинист, он и зоолог, и орнитолог, и психоаналитик еще до того, как возник психоанализ. Но для меня все-таки в первую очередь он писатель. И вот в своем рассказе о нем я буду это подчеркивать. Аксель Мунте – это писатель. Великий шведский писатель. Ну, может, слово «великий» несколько преувеличено, но один из самых популярных. Его только что упомянутая книга переведена на полсотни языков. Это лонгселлер, который переиздается, читается, цитируется. И даже несмотря на его явно такую удаленность от прогрессивного круга писателей, он был переведен в 60-е годы, в СССР. И эта книга стала также необыкновенно популярна среди русских читателей, потому что, повторю, это не автобиография, и об этом предупреждает сам автор. Жизнь героя книги «Легенда Сан-Микель» будет употреблять русский титул, она не соответствует по многим параметрам жизни ее автора, доктора Акселя Мунты. Конечно, многие какие-то узловые эпизоды обозначены. И эпизоды, в первую очередь, характеризующие его, ну, понятно, он это должен был сделать, как автор книги, как героя. Он действительно был героической личностью. Он бросался лечить болевших холерой жителей Неаполя. Он ездил на развалины Мессины. Он спасал обреченных больных. И, конечно, вот эта его врачебная практика, она выпечена. И подчеркивается, конечно, его величие. Причем очень тонко. Сейчас, если так саниматься хирургическим анализом, видно, какой он предпринял литературный прием. Он никогда не говорит сам о своем величии. Это говорят второстепенные персонажи. Какие-то знакомые, которые утверждают, да, Аксель Мунте – это самый великий врач, это самый великий археолог, это очень прочее. И поэтому, конечно, это эго его, оно выходит на первый план. Но это и хорошо, это и понятно. Это действительно биография замечательного героя. Что касается археологии, то, конечно, на него ополчились профессиональные археологи, которые стали его уличать во многих фальшивках, он, когда купил участок земли на Капре, стал обустраивать там свой дом и стал находить множество там античных артефактов. Это действительно так. Местные крестьяне называли эти обломки колонн, какие-то обломки скульптур, роботы Тиберия, то есть вещи Тиберия, самого страшного жителя Капри, легендарного, повторю, императора, который якобы бросал жертвы своих оргий с высоких каприйских скал и прочее, прочее. Поэтому Тиберий осеняет так зловечно несколько Капри. Но были и очень красивые вещи, о которых Мунте в своей книге писал, что он с риском для жизни допывал, опускался на дно Неаполитанского залива, чуть ли не там, но он хорошо, кстати, плавал. Танцевал Тарантелло, в скобках замечу, Неаполитанского и прочее. Описывал совершенно неправдолобные другие истории с другими объектами, со сфинксом. Сейчас исследователи нашли чеки, он так был по-скандинавски, по-немецки, очень аккуратным, и хранил все свои экономические разного рода бумаги, бухгалтерию. И поэтому множество описанных античных вещей, это роботы Пибери, обнаруженных при приключенческих обстоятельствах, были просто-напросто куплены у антикваров в Неаполе или в Риме, и об этих покупках сохранились вот эти документы. Но, тем не менее, все-таки он любил, увлекался археологией, дружил с археологами его, большой, младший в то время друг Амедео Майюри, очень известный археолог, Капал Помпейгер, Куланум. Действительно был его другом, действительно он на него консультировался, и на выставке в Археологическом музее поставлена, как главная фотография, это Мунте и этот археолог. Тем самым, как бы, присутствие Майюри и других археологических таких вот документов реабилитируют фантазии, реабилитируют Акселя Мунте как сказочника и сочинителя. Нам интересно, конечно, то, о чем он не рассказывает в своей книге. Ну, в книге главный герой выступает холостяком, а на самом деле Аксель Мунте был дважды женат, оба раза неудачные. Первая жена – шведка, они жили вместе в Париже, когда он еще учился на врача, на доктора, и брак этот распался из-за многочисленных увлечений Акселя Мунте с его пациентками. В конце концов, шведская жена не выдержала, был скандальный развод, и он покинул Париж. В своей книге, свой отъезд из Парижа он описывает совсем по-другому. Он учился у доктора, очень известного доктора Шарко, про которого некоторые могут подумать, что он русский по происхождению, и действительно над ним подшучивали, говорили, что он из Харькова, и Шарко – это харьковчанин по-французски. Так вот, Жан-Мартен Шарко был его учителем, маэстро, и в своей книге Мунте обрисовал скандал, разразившийся с Шарко, как причиной его отъезда, покидания Парижа. На самом деле это было не так. И сыновья, потомки Шарко возмутились этой книге, она вышла уже в 20-е годы, и потребовали изъять из нее эти тексты, касающиеся их отца Шарко. Поэтому во Франции книга Сан-Микеле до сих пор не вышла полностью. Куски, фрагменты, касающиеся Шарко, во французском переводе просто-напросто опущены по требованию его потомку. Послушаем один из фантастических рассказов Мунте о Жан-Мартене Шарко, не вошедших во французское издание «Легенды Сан-Микеле». Наш разговор прервал директор клиники, который, войдя, сказал, что искал меня повсюду. Шарко хочет поговорить со мной, и ему поручено доставить меня в кабинет профессора, когда кончится лекция. Пока мы шли через лаборатории, директор не сказал со мной ни слова. Он постучал в дверь, и я в последний раз в жизни вошел в столь мне знакомое маленькое святилище метро. Шарко сидел в своем кресле у окна, склонившись над микроскопом. Он поднял голову, и его страшные глаза остановились на мне. Медленно, дрожащим от ярости голосом, он сказал, что я пытался завлечь к себе в дом молодую девушку, пациентку его клиники, неуравновешенную, не отдающую себе отчета в своих поступках. Она призналась, что один раз уже была у меня, и мой дьявольский план вторично воспользоваться ее беспомощностью не удался лишь благодаря случайности. Это уголовное преступление, и ему следовало бы передать меня в руки полиции, но ради чести нашей профессии и красной ленточки в моей петлице он ограничивается тем, что изгоняет меня из своей клиники. Он не желает меня больше видеть. Я был точно громом поражен. Язык у меня прилип к гортани, и я не мог выговорить ни слова. Но внезапно я понял смысл его гнусного обвинения, и мой страх пропал. Я гневно ответил, что не я, а он, Шарко и его приспешники погубили эту крестьянскую девушку, которая переступила порог его больницы здоровой и сильной, а выйдет из нее сумасшедшей. — Довольно! — крикнул Шарко, а затем обернулся к директору клиники и сказал, чтобы тот проводил меня до Привратницкой и передал сторожам его распоряжение больше никогда не впускать меня в больницу. Аксель Мунте от доктора Шарко. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Легенда Акселя Мунте» рассказывает Михаил Талалай. Да, кстати, выставка, она все-таки больше фотографическая по плану, преимущественно фотографическая. Она называется «Сад Акселя Мунте». Там действительно есть некоторые растения, которые он выращивал на капре. Ну, конечно, сад — это в переносном смысле, это его интереснейшая жизнь, отношения с людьми. И кто приезжал к нему в гости, ну, назовутся именно Данонца, Оскар Уайлд, когда вышел из тюрьмы, приехал в гости на капре к Акселе Мунте. Горький, конечно, к нему заходил и прочее, прочее. Поэтому, естественно, он фотографировал всех своих гостей, он сохранил все визитки ему врученные. И, кстати, он фотографировал своих пациентов до врачевания и после, чтобы показать вот эффект его действительно необычных таких вот инструментов. Он применял психоанализ еще, повторю, до того, как он вошел в действие. Он был гипнотизером и много-много прочее. Но вернемся к утаенным эпизодам его жизни. Второй брак с англичанкой, повторю, он был англофилом и родилось двое детей. Об этом нет ни слова. Некоторые эпизоды, например, его мальчишник в Париже перед браком, который закончился скандалом и приходом парижской полиции на эту отвальную мальчишескую, он описывает этот банкет, но рассказывает, что это произошло с его другом. То есть такой яркий эпизод он решил все-таки донести до читателя, но перенес его на другого человека. И, конечно, он ничего не пишет о своей главной любви в его жизни. Это его отношения со шведской королевой. Это был, вероятно, самый важный успех в практическом смысле Акселе Монте. В Париже он познакомился со шведским принцем Евгением, который ввел его в шведскую королевскую семью. И он сумел покорить, тогда она была кронпринцессой, потом стала королевой, Викторию. Она была немкой, и они с Акселе Монте потом уже в течение почти 30 лет не прерывали необычайно теплых романтических отношений. Она жила месяцами на Капре, ну, конечно, не в его доме, но они ежедневно встречали, музицировали, переписывались. До сих пор идут некоторые споры, каковы были их истинные отношения. Но это была высокая степень интимности. Но достаточно сказать, что Аксель Монте в качестве подарка покупал королеве чулки. Врач выскочкой с простой шведской семье дарит чулки королеве. И поразившая меня деталь, умирая, они общались на английском языке, она немка, он швед, последняя фраза она сказала, обратившись к нему, камсуму, приходи быстрее. Это были слова на смертном адре шведской королевы. И, естественно, это понятно, он об этом ничего не писал. Он упомянул ее, ну, даже, возможно, чтобы скрыть эту любовь, он написал, что это была чопорная немка, и с ней было трудно общаться, и, в общем, ввел читателя, что называется, в заблуждение. Она хотела перевода на шведский язык, он почему-то неохотно на это соглашался, но в итоге по ее настоянию все-таки шведский перевод состоялся, по договоренности между ними эта книга на шведском ее варианте, то есть книга Сан Микеле была посвящена ей. Она не дождалась выхода из печати, но прямо на книге ее автор написал очень трогательное такое посвящение. Прочту его. королеве, защитнице угнетенных животных, другу всех собак. Это одна из симпатичных черт нашего героя, он до безумия любил собак и вообще всех животных, птиц. Когда он разбогател, это очень часто цитируемый факт, он купил целую гору на острове Капри, где было место перелетных птиц, чтобы защитить их, естественно. Он же продвинул закон о запрете на отстрел птиц во время их перелета, закон, который принял Муссолини в 32-м году, но более всего он любил собак. У него был любимый док, с которым был постоянно вместе Пак, его имя, и он подписывал свои статьи именем своей собаки. Это немало. Пак Мунте. Писал, повторю, он много. Писал репортажи, которые потом сами читатели, авторы, редакторы, журналисты советовали ему организовать книгу. Его первые книги вышли именно как сборники репортажа и обнаружили в нем вот этот недюжинный литературный талант, который он, конечно, проявил в своей заключительной книге своей жизни. Михаил Григорьевич, вот вы так тесно связали имя Акселя Мунте и остров Капри еще теснее, чем связывается в русском сознании имя Горького и Капри. Нельзя ли Акселя Мунте этого легендарного доктора назвать гением места? Да, вот используя, конечно, выражение существовало, скажем так, всегда, но его нам вернул и подарил вновь Петр Вайн. Конечно, для Капри это Мунте. И интересно, что это не итальянец. Если во всех других городах и весях итальянских Петр Вайн и все остальные избирают, и мы избираем итальянцев, корифеев, гениев, художников, писателей, то на Капри в Евгении место не мог быть каприец, потому что Капри во времена Горького и Мунте это был дикий остров с дикими рыбаками и пустухами, поэтому им стал иностранец, а именно Мунте. До сих пор, кстати, остров не принадлежит итальянцам. Я помню, как один мой знакомый неаполитанец показывал на горизонт на остров Капри и мне говорят, Михаил или Микелли, этот остров нам не принадлежит уже, он принадлежит остальному миру. И так и было. Горький, конечно, ни в коем мере не может считаться гением места, хотя он и любил остров, и с восхищением писал о нем, но Горький и его компания приехали на Капри ради русской революции, а Мунте приехал на Капри ради Капри. Он еще молодым человеком попал на остров, так был ему восхищен природой и вот этой античности, что ему показалось это уникальнейшее место, где можно все это совместить и старину, и древних греков, и римлян, и великолепную природу. Он, кстати, активно пользовался этими инструментами, считал, что сама натура, само место умеет лечить, и поэтому Капри стал, по сути дела, его лечебницей. И, естественно, именно он должен по праву считаться гением места острова Капри. И, конечно, об этом немало написано и будет еще написано. Хотя, думаю, что уже трудно что-то здесь сказать нового, потому что о Мунте, как гении Капри, прекрасно и очень обстоятельно написал его компатриот, соотечественник Бенг Янфельд, известный нам по дружбе с Бродским и по его работам в русистике-словистике. В 2013 году Янфельд выпустил книгу почти в 700 страниц. Вот такая тоже скандинавская обстоятельность, где он подробнейшим образом изучил день за днем, шаг за шагом Акселя Мунте. Назвал он книгу «Непрекаянная душа». И это, в общем, точное название, конечно, высокое, литературное, но Аксель Мунте, конечно, имел такую вот непрекаянную душу. А, говоря по-житейски, был просто неврастенником. Это видно по его книге. Он бросался из одной каменности в другую. Его какие-то экстремальные такие вот подвиги, как считает Янфельд, это были просто попыткой самоубийства. И даже помощь больным холеры в Неаполе происходила в тот момент, когда он запутался в своих отношениях с любимыми женщинами, с женой и с одной пациенткой. И он бросается на помощь больным в Неаполе. Также восхождение с риском для жизни на альпийские высоты, которые совершал врач, по мнению Янфельда, это тоже было вот такая неким образом завуалированная попытка самоубийства. на волнах радио свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Легенда Акселя Мунте» рассказывает Михаил Талалый. Но при этом он был и прагматик. Это поражает в его жизни. Он всегда имел некую точную цель и очень четко обрисованную и финансово. Часто говорится о том, что он бескорыстно, безвозмездно помогал каприйским беднякам. И это действительно так. На одном этапе в своей жизни он действительно это делал. Но с них нечего было брать. И более того, об этом даже и пишет откровенно, это была некая стратегия. В итоге этой безвозмездной помощи он получает орден от итальянского короля. И вместо бедняков его пациентами становятся короли или ценосные особы. Михаил Григорьевич, карьера, обрисованная вами, в общем, блестяще. И что, он обошелся в своей жизни без завистников, без каких-то недоброжелателей, без сплетен за своей спиной? Ну, естественно, его многие-многие обличали и находили на каждой его подвиг какую-то контрмеру. Но вот помимо лечения безвозмездного бедняков, скажем, широко известно, что свою виллу Сан-Микеле он в итоге подарил шведскому государству. И это сейчас институт, шведский институт, престижный и прочее-прочее. Но его недоброжелатели пишут, что он, собственно, разбогател на шведском королевском доме и под конец жизни, когда он стал плохо видеть, по сути дела слеп. Шведца, точнее, король, пригласили его и он жил гостем в королевском дворце и много-немало. Последние годы жизни. Поэтому неудивительно, что в своем завещании он отписал каприйское свое жилище шведскому государству. Он, конечно, мечтал вернуться на капри. И это немножко в сторону, но рассказывают, что его друзья шведские, чтобы облегчить ностальгию, они говорили, что купили ему билет на капри, так как он был действительно уже слепой, дали ему кусок просто картона, кусок бумаги. И он хранил, держал, ощупывал этот билет на капри и чуть ли не с ним и не умер. Об этом тоже трогательном эпизоде часто пишут в статьях об Акселе Мюнте. Но касательно завистников, помимо археологов, врачей и прочего, у него находились недоброжелатели в самых высоких сферах, в том числе и в шведском королевском доме. И, как ни странно, это наша соотечественница, великая княжна Мария Павловна, которая вышла замуж за шведского принца Вильгельма. Сама Мария Павловна внучка Александра Второго по материнской линии. Она праправнучка Николая Первого. Ну, чтобы поместить ее в обширный дом Романовых в начало XX века, она была родной сестрой Дмитрия Павловича, одного из убийц Распутина. И с братом Дмитрием она была очень близка. Так вот, юная Мария Павловна была выдана замуж за шведского принца, сына той самой королевы Виктории, с которой дружил Аксель Мунте. И, конечно, это был брак по расчету. И молодые еще вроде бы, это тоже, конечно, не подтверждено, но при помолвке они договорились не жить вместе, жить своей собственной жизнью. Но, тем не менее, какое-то время были вместе, родился даже сын Ланнард. Но все кончилось плохо, потому что шведская королевская семья решила нашу Марию Павловну, в тот момент она уже шведская принцесса, бывшая русская, ну, скажем так, царевна, тоже вручить ее под опеку Акселю Мунте. И отвезли ее на Капри. Вот так она описывает свою встречу с знаменитым шведским врачом, не называя полностью его имя. Воспоминания Марии Павловны вышли в 31-м году, когда Мунте еще был жив. Поэтому она просто называет доктор М с точкой. Вот что писала в своих воспоминаниях Мария Павловна, великая княжна российская, в замужестве принцесса шведская. Воспоминания опубликованы в 1931 году, на английском языке недавно вышел их русский перевод. С доктором М я не была прежде знакома, но много слышала о нем в Швеции. Будучи по рождению шведом, он редко приезжал в эту страну. Ему на Капри принадлежали две виллы, в одной из которых он жил уединенной жизнью и ежедневно навещал королеву Викторию. Он пришел к вечернему чаю на следующий после моего приезда день. С той поры вошло в привычку, что мы потом час или более музыцировали. Королева была превосходной пианисткой, она аккомпанировала, а мы с доктором пели. Доктор М был мужчиной средних лет. У него была маленькая оборотка, тронутая сединой, как и его волосы. Он всегда носил синие очки. Он утверждал, что практически слеп, но когда я узнала его ближе, то замечала, что сильные линзы не могут скрыть его живой и острый взгляд. Он явно стремился завоевать мое доверие, что оказалось нетрудно сделать. Он приглашал меня на пешие прогулки и показывал красивые места острова, который страстно любил. Обладая проницательным умом, доктор М глубоко знал человеческую натуру. Никогда в жизни со мной еще никто так не разговаривал. Ненавязчиво и деликатно доктор М расспрашивал меня о моей жизни. Я была с ним полностью откровенна. Я рассказала ему о детстве, полученном воспитании, о своем замужестве, о горчениях и разочарованиях, о своем одиночестве, сомнениях и переживаниях. Я поведала ему о своем стремлении найти цель в жизни, о проблемах со здоровьем, которые я считала следствием своего душевного состояния, о том, как я несчастна. Он слушал меня со вниманием, но проявил интерес лишь к моему здоровью. Он расспрашивал меня о том, чем я в детстве болела, о наследственности. Уж не знаю, к какому он тогда пришел заключению, но сказал он мне неожиданно и весьма категорично вот что. У меня явные симптомы почечной болезни, мне противопоказано жить в холодном климате. Холодная зима в Швеции объявил доктор М губительно для меня. Участь моя была решена, отныне каждую зиму на капри. Он внушил мне исключительно негативные представления, что вызвало у меня глубокую депрессию. За десять месяцев общения с ним мое душевное состояние стало хуже, чем до нашей встречи. Я не нашла понимания, не обрела покоя. Мне стало казаться, что он преднамеренно ведет себя со мной так, и я очень сожалела, что была с ним настолько доверчива. Поначалу он представлялся мне совсем иным, но в том и был его коварный умысел, на котором строились его дальнейшие планы. Формально оставаясь замужем, я теперь была обречена по полгода жить вдали от дома, якобы по состоянию здоровья, в разлуке с сыном и под наблюдением доктора М, лишавшего меня даже той малой степени свободы, какой я прежде располагала в Стокгольме. Ситуация не просто тягостная и абсурдная. Так писала в своих воспоминаниях Мария Павловна, великая княжна российская, в замужестве принцесса шведская. Продолжаем беседу с Михаилом Талалаем. Мария Павловна все-таки вырывается из когтей доктора М, своей шведской королевской родне, она объявляет, что едет на Капре лечиться у доктора М и жить там на Капре по шесть месяцев в году, но обманывает своих благоприятненных родных и вместо того, чтобы ехать в Италию, она едет в Париж, где встречается с братом и Швеция уже не возвращается. Спустя два года она разводится с шведским принцем и на этом эта ее часть шведской жизни кончается и по сути дела начинается эмигрантская жизнь. Мария Павловна в других местах своих воспоминаний описывает и гипнотизерские способности доктора М. Это, кстати, действительно правда. Он в своей книге тоже пишет, что он использовал гипноз, в том числе и в таких тяжелых случаях, как тяжелораненые или даже смертельно раненые солдаты времен первой мировой волны, чтобы облегчить их страданиям, он их гипнотизировал. Применял доктор М. и эвтаназию. Кстати, на Первую мировую войну Аксельмунд отправился добровольцем как врачом и даже, представьте себе, попросил английского подданства, английский паспорт, в Швеции в войне не участвовало. Ему отказали, но, повторю, он был англофилом, у него была английская супруга, а его сын, с которым он не общался, как со второй женой, стал английским шпионом. Об этом в интервью откровенно говорит организатор выставки, о которой мы рассказывали, внучка, живущая в Италии также, и она очень спокойно рассказывает, что мой отец, будучи английским шпионом, и далее рассказывает о подвигах отца в Италии. Но это уже совсем другая история, но тоже может быть легенда. Вы слушали передачу «Легенда Акселя Мунте». Моим собеседником был историк Михаил Талалай. Субтитры создавал DimaTorzok